Здравствуйте. Меня зовут Нешина Елена Геннадьевна, магистр, старший преподаватель кафедры энергетических систем. Вашему вниманию представляется практическое занятие номер 5 по дисциплине системы вентиляции и кондиционирования для студентов в специальности теплоэнергетика. Занятие называется «Выбор методов обработки воздуха, построение области параметров внутреннего и переточного воздуха и построение характерных зон на Айди-диаграмме». Первый – это выбор на расчетных наружных климатических условий, приводят на основе существующих строительных норм и правил СНИП, в которых определяется степень обеспеченности внутреннего микроклимата. Система кондиционирования воздуха поддерживает заданные параметры внутри помещений только в пределах расчетного наружного климата и называются системами кондиционирования воздуха, рассчитываемые по параметрам В. Эти параметры задаются нормами в виде расчетного теплосодержания энтарпии и расчетной температуры. Построение зоны расчетного наружного климата на Айди-диаграмме сводится к определению «Линий минимальный» и «Максимальный» относительных влажностей, «Линий постоянного теплосодержания наружного воздуха для теплого периода» и «НТП» обозначает теплый период, и «Холодного периода года» — это положение точек «НТП» и «НХП» и «Линий расчетного максимального влагосодержания», ограничивающих расчетную зону «НТП» максимум, что позволяет более правильно наметить схему обработки воздуха. Минимальная относительная влажность наружного воздуха, ограничивающая слева на Айди-диаграмме зону расчетного климата, мы сейчас перейдем к этому рисунку, принимается равной 20% для очень сухого климата и 30% для всех остальных местностей. Значение максимальной относительной влажности, ограничивающей справа на Айди-диаграмме зону расчетного климата, рекомендуется принимать в зависимости от степени влажности климата данной местности. В прибрежных зонах 95%, для районов с континентальным климатом 90%, для районов с резкоконтинентальным климатом 70%. Рассмотрите, пожалуйста, построение зоны расчетного наружного климата на Айди-диаграмме. Здесь у нас точки НТП, НХП, ФИ максимальная, ФИ минимальная. Рассмотрите расположение всех точек и линии на данной диаграмме. Рассчитаем максимальное влагосодержание для сухого воздуха. Рассмотрите формулу 1.1, по которой рассчитывается максимальное влагосодержание, измеряемое в граммах на килограмм сухого воздуха. Или же можно рассчитать по формуле 1.2, где Дель-ДСРМ, это обозначает среднемесячное влагосодержание наружного воздуха, принимается как более высокое за июль и август по абсолютной влажности, измеряется в граммах на килограмм сухого воздуха. ПВ – это барометрическое давление, измеряемое в гектопаскалях. Напоминаю, что гекта – это 10 умноженное во второй степени. ПП – среднемесячное парциальное давление водяного пара, что означает и упругость водяного пара наружного воздуха в июле, также в гектопаскалях. ПРИКИ Расчетное максимальное влагосодержание таким образом устанавливается из максимального среднемесячного путем прибавления 2 или 3 грамм на 1 килограмм сухого воздуха. Это необходимо, так как в течение суток влагосодержание не остается постоянным. Большую цифру, 3 грамма на килограмм сухого воздуха, следует прибавлять при проектировании систем кондиционирования во влажном климате и меньшую, это 2 грамма на килограмм сухого воздуха, в континентальном. Это относится к формуле 1,1 или 1,2, как вы видите в скобочках, от 2 до 3 у нас расположены значения. Вот как раз таки объяснение на этом слайде. Получается цифру 3 мы берем при проектировании СКВ во влажном климате и меньшую цифру 2 принимаем в континентальном. 2. Выбор внутренних условий комфорта и построения зоны допустимых колебаний внутренних параметров воздуха на ID-диаграмме. Выбор внутренних условий комфорта в обслуживаемой зоне, например, зрительного зала или кинотеатра, осуществляется на основе строительных норм и правил. Оптимальные нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и промышленных предприятий приведены в нормативных документах к каждому виду построения. При выборе комфортных условий внутри помещения следует особое внимание обращать на радиационную обстановку в помещении, которую можно оценить с помощью средней температуры на окружающих человекоповерхностях – ТР. Определить влияние ТР на самочувствие человека можно с помощью номограммы эквивалентно эффективных температур. Эквивалентно эффективная температура ТФ определяется при относительной влажности воздуха в 100%, при которой ИВ равно константы. Например, при температуре воздуха 22 градуса и влажности воздуха 60%, температура эквивалентно эффективная равняется в 19,6 градуса. Зона внутреннего климата ограничивается линиями эквивалентно эффективных температур с учетом радиационного фактора. Линиями относительной влажности воздуха в 40% и 60% в холодные и теплые периоды года соответствуют. Расчетная температура внутреннего воздуха принимается равной в теплый период 25 градусов, в холодные – 20. Здесь, на данном слайде, мы рассматриваем клубы, кинотеатры из условий соблюдения комфорта в обслуживаемой зоне. Таким образом, для построения зоны допустимых колебаний у внутренних параметров воздуха на этой диаграмме следует определить положение ограничивающего зоны дни в холодные и теплые периоды года при соответствующих температурах внутреннего воздуха. Для их определения необходимо при известной температуре воздуха и в холодные и теплые периоды года найти на АВИ-диаграмме соответствующую температуру по влажному термоменту ТМ. На номограмме соединить ТП и ТМ линии и при допустимой подвижности воздуха в 0,2 до 0,3 метра в секунду для кондиционирования определить ТЭФ для холодного и теплого периода года. Далее мы откладываем значения ТХП и ТТП в холодные и теплые периоды года на АВИ-диаграмме и получаем зону допустимых колебаний в внутренних параметрах воздуха. Далее представленная диаграмма. Рассмотрите ее внимательно. И, собственно, из этого занятия вы узнали, как можно построить зону расчетного внутреннего климата на АВИ-диаграмме. Если у вас остались вопросы, мы их рассмотрим дальше. Спасибо за внимание.